Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро. Продолжаем зарабатывать бабочки и в общем-то, что нас сегодня ждет. Во-первых, у нас созрело наше поле, на нем мы посадили на стриме ячмень, поэтому сегодня его нужно собрать и отвезти на сепаратор. Ну а соломку, разумеется, продадим. На сепараторе у нас, кстати, есть 51 куб очищенного зерна, его тоже можно продать, но тут вместимость 500 тысяч литров, поэтому, наверное, давайте мы в следующей серии продадим сразу два урожая. Что-то мне вот так вот именно захотелось. Будет сразу больше денег. Плюс, друзья, я выполнил кучу контрактов и у них истекло время. Время все-таки может истечь. У меня было 10... Ладно, мы знаете, что сделаем? Мы перезапустим игру. Она, скорее всего, не сохранилась. Да, друзья, пришлось перезапустить игру и сейчас мы заново промотаем время. Я, в общем-то, хотел именно на серии закончить эти все контракты. На прошлой серии мы взяли несколько контрактов на удобрение. Я их все за кадром закончил. Плюс взял еще каких-то других и взял еще контракт на сбор урожая. Там, кстати, прилетела копейка за излишки. Не очень много. В общем-то, давайте соберем все это дело. Вообще все собираем нахрен. И поле 3, кстати, тоже доделал 75 тысяч. Блин, круто. Остался контракт у нас на тюкование. У нас здесь, в общем-то, дохрена тюков. Я за кадром также все это дело затюковал, чтобы не морожить, скажем так, вас. Но у нас теперь не созревший урожай, поэтому надо опять мотать время. Вот так вот оказывается не это самое. Не бесконечные контракты, если созревание стоит. Ну ладно. В общем-то, опять я промотал время. Все нормально. Единственное, сейчас не очень много контрактов у нас. Что из этого мы можем взять? Честно говоря, толком-то и ничего. И они исчезают потиху, ё-моё. Как так-то? Значит, сегодня без контрактов. Значит, сегодня у нас основная работа – это уборка урожая и доставка тюков. Ну а там посмотрим, может быть, что-нибудь обновится из контрактиков. И технику я не помыл. Точнее, я помыл, но заново мотал время, и она осталась грязная. Ладно, хрен с ней, на самом деле. Но, кстати, немножко под износилась наша техника, поэтому надо некоторые вещи помыть. Вот эту бочку, кстати, надо будет… А хотя не, ладно. Надо будет ещё, кстати, да, съездить эту бочку, наполнить топливом, пригнать на базу. Потому что у нас с топляком уже начинаются проблемы. Он потиху заканчивается. Расход здесь не такой большой пока что, как у нас в 17-й ферме. Ну, потому что не так много мы работаем. Удобрялку надо починить, благо это не так много стоит. Сеялку тоже надо починить. Лук ещё нормальный. Жатку, конечно же, от комбайна. Прицепчик тоже нормальный. Комбайн – 419 евро. Ну и трактора. Вот трактора, кстати, ремонт дорого стоит. Так, вроде всё починили, всё нормально. Давайте тогда вставить уборку. Для этого надо брать, конечно же, комбайн и трактор. Начнём с комбайна. Тут, в принципе, всё как обычно. Дали мне несколько советов по поводу, какие настройки поменять, чтобы оно не багалось. В частности, убрать, избегать езду по посевам. Это, кстати, неплохо сработало в случае, когда мы контракт убирали. Там всё без сучка, без задоринки. У меня курсплой убрал. Всё нормально было. В общем-то, генерируем маршрут. Поле номер семь. Поворотная полоса по кругу. Четыре раза надо будет съездить ему. Разумеется, сглаживать. И по часовой стрелке. Пять метров у нас ширина жатки. Поэтому генерируем. И, в общем-то, он должен будет нормально работать. Запускаем со стартовой точки. Давай, друг. И... Тара-та-та-та-та-та-на. Да, избегать движения по посевам. Ставим нет. И всё должно нормально работать. Ну и к нему в помощь, разумеется, ставим вальтру, которая будет с прицепом собирать урожай и возить это всё на сепаратор. Для этого дела у нас уже есть готовый маршрутик. Поле 07 Сепаратор. Ставим, разумеется, работу с комбайнами. Выбираем ему комбайн нашу новую. Да, и со следующей ближайшей точки можно, в принципе, или ты сначала поедешь. Не, это плохая идея. Я не хочу, чтобы ты сначала ехал на сепаратор. Давай, друг, мы тебя поставим как-нибудь вот так, например. А ты фиг попадёшь в эту последнюю точку, да? Зараза. Во, вот так вот. Само то. Всё, ищу комбайн для работы. Они должны справиться вдвоём. Этому, кстати, трактору тоже можно убрать. Избегать движения. Он и так вообще забил просто тунца на всё это дело. Да, избегать движения по посевам тоже ставим нет. Ну, надеюсь, вы справитесь вдвоём. И всё, у вас будет чеки бомбони. Работайте, ребята. А мы тогда возвращаемся к нашим тюкам. Блин, я даже не могу оценить их количество. Не очень хочется опять арендовать миллион зилов, но, видимо, придётся. Давайте арендуем три штуки. Раз, два и три. Вроде как не очень много денег мы на это тратим. И можно арендовать вот такой вот прицеп, который больше в себя тюков вмещает. Но он, зараза, дорогой. Блин, два косаря почти за аренду будут. Но на него больше тюков залазит. Во, мы от КамАЗа арендуем прицеп. Точняк. На него тоже больше влазит. Арендуем таких тоже три штуки. Во. Сэкономим немножко денег. Ну и давайте тогда перегонять это всё дело к нам на базу. И поедем там развлекаться потом. Ставим отставать на 50 метров. Потому что платформа очень длинная. И включаем подбор всем. Ставим круглые тюки. И, в общем-то, едем сейчас на базу за нашим зилом. Потом берём нашего и начинаем возить эти грёбаные тюки. Они меня уже достали, если честно. Ну да ладно. А они ещё и отсюда выбраться не могут. Да, платформа всё-таки очень длинная. Придётся ему помочь. Под углом здесь это надо делать. Как-то у них не получается у самих. Ну ладно. Давай-ка цепляйся. И третий не доехал. Вот зараза. Всё, вроде как должно всё нормально работать. Поехали. Вот тут опаркуемся. Ждём, пока приедут остальные. О, они, кстати, рядом. Замечательно. Теперь берём нашего основного зилка, который у нас в собственности с маленькой платформой. Подгоняем его теперь к другому зилу, что ли. Интересно, можно ли включить? Нет, нельзя. Тоже ставим ему круглые тюки. И включаем подбор, где у нас В. Блин, на этих прицепах разные кнопки. Это не очень хорошо. Ставим же опять-таки follow me. И тоже давай 40 метров тебе должно нормально быть. И поехали собирать тюки. Так, что-то там с пацанами не то. Они там остановились. Ну-ка пойдём глянем. И один едет. Второй едет. Видимо там где-то дерево спанули. И что-то с ними не то. Да, третий едет. Тоже всё нормально. Эти, кстати, убирают. Вроде пока нас не тревожит. Уже скоро поедет в первый раз разгружаться наша Вальтра. Ну что, поехали собирать тюки тогда. Так, у нас проблема. Я слишком далеко уехал. Возвращаемся. Заодно погнали глянем, что у них там. Ну, видите, пустые полосы, значит, собирают. Всё замечательно. Всё работает. Но надо заново выставить этого пацана, как ведомого. Нормально, второй уже пошёл. Много довольно-таки влазит сюда. Делаем вот так вот. Теперь переходим вот в этого. Заводим двигатель. И... Замечательно. Он его видит. Шикарно. Поехали. Ну и чё мы не едем? Кто там кому мешает? Не понял. Мешает объект. Какой объект ему мешает? Хрен его знает. А, ну, видимо, он поворачивать не может под таким углом. Я понял. Хорошо, больше не буду. Всё. Замечательно. Остальные там добрались? Доберутся. Не проблема. Доберутся. Всё нормально. Поехали. Потихонечку. Ну чё? Давайте глянем. Чё у нас там насобиралось? Этот полный. Этот полный. А последний не собирает. Я, видимо, забыл включить подбор ему, что ли? Вот это я слошарил. Ладно. Хе-хе. Забыл включить подбор. Ладно. Тогда наворачиваем ещё кружочек. Погнали. Погнали. Так. Только я последнего забыл поставить на фоллоу мида. Что ж такое-то? Что у меня сегодня за тупняк такой? Ну-ка, давай-ка. Ехай. Ну чё? Собрал? Не, там есть ещё место. Охренеть. Большие ёмкость 34 штуки. Ладно. Тогда ещё чуть-чуть. Сейчас-то он уже точно должен быть наполненный. Давайте-ка глянем. Да. Он наполнен. Всё замечательно. Надо только глянуть, куда ехать. В сарай 1. Это который у нас напротив бывшего коровника находится. Ну, примерно в этих краях. В общем-то, по сути дела, не так далеко ехать. Так что погнали. Так у нас один отцепился. Да что ж такое-то? Ёшкин кот. А чё вы это самое? Э, народ. Вы охренели, что ли? А чё они разгрузились? Вот тебе новость. Ну-ка ещё раз включить подбор. Что мне теперь заново всё это делать? Да, с делом он всё-таки очень неповоротливый. Вот это подстава, конечно, вообще не ожидал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, друзья, вообще не понял, как такое произошло. Ну, ладно. Ну, дубль 2 тогда. Вроде как всех собрали. Выставляем опять всех на фоллоу ми. И пытаемся доставить до сарая. Всё, нахрен эти тюки больше. Вот будет у нас, короче, свой БГА. Понадобятся нам тюки. Тогда и будем этим заниматься. Пока что всё. Я, ребята, закончился. Я в эти игры больше не играю. Купился, блин, на стриме. Сказали, давай силос. И я повёлся, короче. Всё, в топку. Хотя кого я обманываю, я потом всё равно опять возьму и буду упарываться этим. Ну, ё-моё. Как будто вы меня не знаете. Всё, сейчас надо как-то аккуратненько доехать до сарая, что ли. Твою мать, они не могут выехать на дорогу. Ну, что за... Он опять здесь рассыпался. Что за фигня? Или это от меня упало? Это мои высыпались. Какого хрена они сами высыпаются? Народ, кто мне расскажет? Вот это новости. Я вообще первый раз с таким сталкиваюсь. Даже не знаю, как на это реагировать. Блин, этих надо переставлять теперь, потому что они тут забагались. Ай, как всё сложно с этими тюками-то. Ну, вроде должно работать. Ладно, очередная попытка это всё дело отвести. Боже, сколько геморроя-то, а? Такс, мы прибыли. И, кажется, нам нужно выгружать это всё вот тут-то. Да? Я очень надеюсь, что да. Ну-ка, F1, помоги мне. Такс, Y, анлод. Да, 7% у нас первый прицепчик. Так, давай-ка отцеплять потиху от фолуми и всех остальных. И выставлять, ехать обратно теперь этих пацанов. Блин, я даже не знаю, на самом деле, может быть, было бы быстрее и проще одним зелом это всё сделать. Ну ладно, я взялся за это. Я доведу это всё дело до конца. Такс, парапапапапапам. Тоже Y, анлод. Надо это всё дело обратно. Назад и ещё раз анлод. Нет? Да. 20% ещё один прицеп. Вот этот прицеп 13%. Ну, что ж, неплохо. Надо было с Мазом его брать, а не с зелом, блин. Потому что он не поворачивает. Ну, или с Камазом. Так, включаем сразу подбор. И можно даже на фолуми ставить. Продолжаем нашу великолепную историю. 32%. Хорошо. Ну и последнего выгружаем тогда. И будет веселуха. 45%. Что-то как-то непонятно. Один прицеп 12%, один 13%. А, всё правильно, да. 13%. Я сначала что-то про 15% подумал. Ладно. Всё нормально. Такс, этому тоже включаем автоподбор. Ставим на фоллоу ми. Эти все стоят. Теперь самое весёлое будет. Такс. И этому тоже включаем автоподбор. Круглые тюки. Пытаемся доехать обратно. Ну и друзья, я за кадром, в общем-то, всё это сделаю. Чтобы не морожить вас этими всеми злоключениями. Ну что ж, друзья. Вот и последняя партия тюков. У нас получается здесь два полных прицепа и один неполный. Ну и между ними, которые я его забыл включить. Ну и хрен с ним. Соответственно, выгружаем тогда первые. Это у нас игрок. 98 процентов. Ну, довольно-таки много здесь лишнего у нас получается. Такс, останавливаем то пацана. И вот это можно, в принципе, отгонять куда-нибудь в сторонку. Это наш зил. Он нам ещё понадобится. А вот этого пацанёнка мы разгружаем. 25 тысяч. 16. Ещё 6. Чё-то тюки здесь вообще как-то дорого оцениваются на этом срае. Мне это нравится. Такс, вот этого пацана мы тоже тогда снимаем с маршрута. И осталось выгрузить вот эти вот последние. 28 тысяч за 5 тюков. Это что-то как-то недорого стали стоить. Мы в прошлый раз прицеп продавали. 1012 за него получили. Видимо, на этом сарае чуть подороже цена будет, наверное. О, сарай и сарай один. Силос. Да, слушайте, здесь в два раза дороже цена. Вот этого я не знал. Ну да, в 17 ферме здесь это была одна общая точка продажи. Просто с двумя разными триггерами, по сути дела. Ну ладно. Замечательно. Хорошо. Пойдёт. Ну, теперь арендную технику можно спокойно сдавать, избавляться от неё. Она нам сегодня не понадобится больше. Ну и, конечно же, награда 52 тысячи мы получаем за выполнение контракта. И у нас на балансе тем временем уже 325 тысяч. Да, кстати, был кредит у меня на удобрение. Его мы возвращаем. 315 тысяч наших денег. Это, блин, мне это нравится. Можно, в принципе, ещё контракт присмотреть какой-нибудь. На удобрение хороший контракт. Давайте возьмём. Принять. Удобрение это мы любим. Тюкование, тюкование, тюкование. Тоже неплохо. Ну ладно, всё. С меня хватит пока что тюков. Больше не хочу. В следующей серии этого не будет. Даже не уговаривайте. Мне ещё нравится сбор урожая. 12-е поле. Там канола. У нас есть техника для этого. Можно... 12-е поле. Он рядом находится. Можно брать. 17 тысяч. Почему нет? Плюс там канолка будет лишняя. На овощебазу надо будет только маршрут записать. Давайте его тоже примем. Перевозка. Западный зерновой элеватор. Фермерские хижины. У нас вон есть зилу. Можно перевозить вот эту вот фигню. Эти контракты тоже можем выполнять. Поле 23 на овощебазу. Поле 23 большое, да? Но овощебаза рядом. Блин, может взять. Ой, а давайте возьмём. Ё-моё. Чё вы тут это самое? Тоже принять. Нет так нет. У нас, кстати, низкий уровень топлива у нашего комбайна. Поэтому давайте, друзья, мы съездим за прицепом, который мы давным-давно купили. Ну, кстати, у тебя есть прицепное устройство сзади? Фиг, у тебя есть прицепное устройство сзади. Быстрее, конечно, на зелье было бы съездить. А у тебя сзади есть? У тебя тоже нихрена сзади нету. Блин, ну как же ж так-то? Вот здесь у самого зела вроде есть, да? Да, он есть какой-то крюк. Давайте тогда вот этого пацана поставим на базу, отвезём и съездим за прицепом. Так что погнали. Сейчас же, друзья, этот прицеп нужно съездить, заправить топливом. Из зела заодно на заправке мы заправим. И заправить комбайн и поставить его на базу. Заправляем сначала зелка. Благо здесь заправка довольно быстро идёт. Благо топливо не так много стоит. 189 евро мы потратили на то, чтобы заправить зела полностью. И давай, дизельное топливо. А вот тут уже загрузка долго пошла. Блин, я 2 часа буду ждать. Ладно, пока он заправляется, можно уже пойти поставить трактор, убирать солому. Делать у нас будет наш любимый зелёный Джонни. С помощью фуражного прицепа будет возить это всё дело продавать. Сразу же на сарай, который на базе стоит. Да, мы посмотрели, что на первом сарае, который сарай 1, ценник немножко повыше. Но, честно говоря, в падлу просто маршрут туда писать. Не так много с этой соломой будет. Поэтому пофигу. Начало у нас примерно где-то отсюда. Я перезаходил в игру. Тут надо было уехать. Поэтому сохранил маршрут для комбайна. Можем его просто теперь загрузить. Ставим разные полевые работы со стартовой точки. Товарищи запускаем. Вроде как должен нормально работать. Хотя, кстати, у него сбор 10 метров идёт. Можно поставить даже просто по полю ездить ему. Именно 10 метров. Он будет сразу по 2 ряда, по 2 волка собирать. Но ладно, я уже не буду с этим заморачиваться. Пускай катается так. Ну и мы взяли ещё один контракт на удобрение. Поэтому давайте посмотрим, во-первых, какое поле. Поле номер 6. Оно где-то рядом должно быть, да? Да, оно вообще очень рядом. Поле небольшое. Сколько у нас там удобрений осталось? О, до хрена у нас. Удобрений пол ящика. Этого должно хватить. Поехали поставим тогда товарища поудобрять. Шестое поле нам принесёт это ещё денежек. Тем временем уже заправилась наша бочка. Да, долго она заправлялась. Ну ладно. Давай, дружище. В общем-то, у тебя у нас удобрение и посев на шестом поле. Давай, друг, проедь по кругу. Да, один раз, в принципе, тебе хватит сгенерировать маршрут. И давай со стартовой точки. 14 метров, да. У него стоит радиус поворота. На всякий случай. Советовали ставить чуть побольше, потому что он начинает крутиться. Я так понимаю. В общем-то, пускай товарищ удобряет, нам будут бабусики. А мы же тогда возвращаемся к товарищу, который у нас с бочкой. Поехали, съездим, заедем на поле, заправим комбайн, который у нас уже с низким уровнем топлива. И припаркуем их где-нибудь на базе. Упаньки, он его не увидел. Как так-то? Я же тут довольно близко подъехал. Дружище, ну че ты начинаешь? Ну че мне за тобой гляняться сейчас, что ли? Охренеть, он его не видит. А че так? Он же должен заправляться там, без проблем. Что, прям перед ним, что ли, становиться? Ладно, давайте посмотрим настройки комбайна. Может быть, тут где-нибудь в курсплее что-то не то. Это должно быть где-то здесь. Заправка на АЗС при уровне ниже 20%. Ну давайте поставим всегда. Или у тебя не ниже. А, кстати, надпись погасла. Может, он заправился там трохи? Но не остановился. Что за фигня вообще происходит с этим курсплеем гребаным, блин? Да, он 40 литров себя влил. Охрененно. В какой-то момент я пропустил этот момент. Ну ладно, давайте тогда припаркуем его уже и хрен с ним. Все, друг, стой здесь. Ну куда ж ты катишься, ну ешкин кот. Во, все, стой здесь. Ну что, друзья, у нас закончилась уборка. У нас закончилось удобрение. Так что этого пацана мы с маршрута сейчас снимаем. Ну и сбрасываем его, разумеется. Выставляем трубу и отправляем товарища на разгрузку. Давай, едь. А трактора, точнее комбайна, соответственно, паркуем обратно. Точнее, какой паркуем? Нам еще контракты выполнять. Ладно, пока не паркуем. Удобрение у нас тоже завершено. Поэтому прерываем и этот маршрут. И получаем свою честную награду 18 тысяч. Собирать. Отлично. Этого пацана тоже паркуем. С ним все будет хорошо. Давайте посмотрим, что у нас по сепаратору. Сколько там добра мы туда завезли. Завезли мы туда всего лишь 48 косарей. Ну да, чуть-чуть уже переработалось за все это время. Ну и сейчас еще чуть-чуть туда трактор привезет. Сколько он туда везет? 37 тысяч. А, ну под 70 даже больше. А нет, 37 это солома, ячмень, 26. Да, под 70 косарей. В общем-то мы туда ячменя собрали. По-моему, пшеницы было чуть-чуть больше. Но это все ладно, такое в себе. В общем, друзья, на этом я буду заканчивать серию. На выходных, наверное, не знаю пока что в какой день. В субботу или в воскресенье. Скорее в воскресенье вечером. Мы проведем очередной стримец. Наверное. Ничего не обещаю, чтобы потом не писали мне, что где стрим. Ты же обещал. Че, что ты такой нехороший человек. До этого я за кадром пока что сделаю вот эти два контракта, которые я взял. Ну и какими-нибудь контрактами займемся уже на самом стриме. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Нажимайте на колокольчик. Опять-таки куча лайков. И следующая серия не заставит себя долго ждать после стрима. Рассказывайте о канале друзьям. Пишите свои комментарии по поводу нашего развития. Потому что скоро мы уже денежки копятся там. Уже возьмем себе биогаз. У нас 424 тысячи стоит. Но надо еще немножко подкопить. Потому что надо еще брать... Блин, лужайка дорогая. Ну может быть наше поле травой засеем. В любом случае оборудование надо. Нужен сам биогаз, не нужно оборудование. А дальше там уже как-нибудь разберемся. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.